И мы тогда говорим, что А бесконечность отображения А в Б из двух настоящих ДЖ-алгебр. А бесконечность отображения из А в Б, там Фи, это отображение ДЖ-алгебр, отображение ДЖ-алгебр, вот бар Фи, не знаю, бар А в бар Б. То есть эти ДЖ-алгебры мы рассматриваем без единицы, без ко-единицы. То есть эта штука, она начинается с А, это А, там сдвинутая на единицу, дальше А в квадрате, сдвинутая на двойку и так далее. Ну и дифференциал такой есть, и все это вместе ДЖ-алгебр, но мы это все детально рассматривали в прошлый раз. Я просто напоминаю, что такое, вот это А бесконечность отображения. И вот я в прошлый раз как бы объяснял, какой в этом вообще смысл, а именно такой смысл как бы немножко гомотопический. То есть вот, и там я говорил про, чтобы это объяснить, про вот эту двойственность, бар по бар двойственность. И, собственно, речь была о том, что бар… Ну вот я сейчас не буду уже выписывать это все в координатах. На самом деле, ну если кто не был, можно посмотреть там на записи или где угодно посмотреть. Просто я, может быть, два слова скажу, что так как это ко свободная коалгебра, то вот как бы вот как в случае свободных алгебр, чтобы задать отображение, надо задать его на генераторах. Вот тут надо на ко-генераторах. В это ко-генератор. И вот у вас есть такое φ из бар от А в В. Оно сдается там какими-то компонентами φ Н. Значит, из А в степени Н в В, сдвинутая на единицу минус Н. Вот, и их много. То есть при любом Н, начиная с единицы. Вот, и на них есть некоторые условия. Такие квадратичные вот. И это все вот будет о бесконечности с морфизмом. То есть в случае, когда у вас есть настоящий морфия, настоящее отображение ДЖ-алгебр, то оно задает отображение вот такого, такое φ, ну просто потому что бар – это функтор из категории ДЖ-алгебр в категорию ДЖ-ко-алгебр. То есть если у нас есть честное φ отображение ДЖ-алгебр, мы получаем такое, а, значит, если оно… но мы можем как бы сказать, что вот у нас есть такое без честного отображения ДЖ-алгебр, это называется бесконечное отображение. Вот, и я в прошлый раз, значит, объяснял немножко про… ну вот я не доказал тогда, сейчас хочу это немножко восполнить. Значит, такую вещь, что предположим, что у нас есть… значит, я напомню, что если С – это коалгебра, вот, а А – это алгебра, тогда есть такая вещь, как твистов, ну, сключенные отображения из С в А. Вот, и это, значит, вообще это подможество в отображении векторных пространств из С в А степени 1, ну, мы предполагаем, что там это все градуировано как-то, то есть есть степень 1. Вот такое, что ДФИ, вот такое, что ДФИ, я сейчас объясню, что такое ДФИ плюс ФИ звездочка ФИ равно нулю. Значит, что такое ДФИ, легко объяснить, это просто, ну, если у нас С и А – это комплексы, то у нас как бы есть отображение комплекса, ну, есть дифференциал на ХОМе из одного комплекса в другой. То есть, если у нас ФИ – это просто ХОМ из С в А векторных пространств, то у нас, значит, ДФИ, оно от там С равняется по определению АФИ от ДС минус там плюс ДФИ от С. Вот, это совершенно стандартно, а вот эта вот звездочка, эта конволюция такая, она устроена так, то есть, если у нас есть ФИ-1 и ФИ-2 из С в А, вот, то можно написать их произведение, которое тоже ФИ-2 из С в А. Более того, оно, если вот это градуировки М, а это градуировки Н, то это будет градуировки М плюс Н. Вот, и оно устроено таким образом, что вот чтобы написать ФИ-1, ФИ-2 и вычислить его на С, вот, на каком-то элементе С отсюда, маленьком С, это маленькая С, надо написать, значит, Дельта С, это Дельта С, это принадлежит С умножить на С, да, после этого нужно к этому Дельта С применить, значит, вот я так напишу, значит, ФИ-1 тензерно на ФИ-2, значит, применить к Дельта С, вот это вот будет лежать в А умножить на А, и после этого нужно применить еще умножение в А вот к этому, то есть, значит, сейчас я, может быть, чуть лучше скажу, значит, что тут происходит, что у нас есть отображение С, вот, по произведению С умножить на С, вот, отсюда есть, если есть два ФИ-1 и ФИ-2 каких-то, есть отображение ВА умножить на А, вот, отсюда есть умножение ВА, то есть, тут К умножение, тут умножение, и это задает нам некое произведение ФИ-1 и ФИ-2, и это называется вот звездочка, вот тут тот случай, когда ФИ-1 равно ФИ-2, вот, и, значит, утверждение, которое я формулировал в прошлый раз, оно было устроено так, что пусть, сейчас немножко по-другому будет, пусть С ку-алгебра, ну, лучше, наверное, ну, я буду сейчас вот С и А для немножко других вещей, ну, примерно тех же самых, конечно, значит, ку-алгебра, вот, А-А-алгебра, вот, тогда пом в алгебрах, значит, ку-бар от С в А, это как бифунктор изоморф на пому в алгебрах, вот, а тут будет С в бар от А. Вот, и доказывать я это все собирался таким образом, что я хотел установить то, что и левая, и правая часть изоморфный, вот, твист вот этим самым делам, из С, а, ну да, почему я сказал, что это другое, это то же самое, из С ва, вот. Что? Хом? Нет, там было хом из С, ва, если вы об этом. А, ну да, я сейчас же вот пишу, что, а, ну да, наверное, да, то есть я сейчас использую, но это более стандартное значение, я, наверное, это вот то же самое просто, что твистов от хома, ну, просто хома обычно, наверное, дроп, так сказать, вот, просто такое более короткое обозначение, да, для того же самого. Вот, и я хотел, значит, установить, что и то, и другое равно вот этому, и таким образом доказать эту присоединенность. Ну, вот, давайте, ну, с левой частью, левую часть проговорим, по крайней мере, почему вот это изоморфно вот этому. Ну, 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 что такое кобар, если мы забудем про дифференциал в кобаре, это свободная алгебра, то есть если вот мы посмотрим кобар, вот только как алгебру, да, кобар от А, только как, ну, вот то, что называется подлежащую алгебру, то вот что, вот я так напишу, что чтобы, значит, вот это отобразить в А, кобар из С, извините, пожалуйста, кобар из С, если чтобы это отобразить в А, ну, это просто то же самое, что отображение комплексов, ну, если А, если тут есть дифференциал, и тут есть дифференциал, это то же самое, что отображение из С в А, которое отображение комплекса, да? Ну, ну, да, можно сказать так, да, 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 ну, да, 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 это алгебра, да, ну, твистерная я бы не стал говорить, вообще это твистед, это не то же самое, что твистер, то есть это скрученные, значит, ну, это просто вот так называется. Твистерная, конечно, другое. Вот, да, то есть, значит, это отображение, грубо говоря, векторных пространств, потому что тут С это образующее, это как бы можно об этом думать, как о свободной алгебре вот с образующими С. Ну, на самом деле, я, конечно, не прав, потому что тут нужно написать С минус один, да, потому что образующие – это не С, а С, сдвинутая на единицу вправо. Вот, то есть это, значит, вот такое отображение комплексов. И С минус один Ва, вот, и все, да, то есть это как бы отображение верхних пространств. Но мне нужно отобразить, но мне нужно же не отображение алгебры, а тут есть еще по бар дифференциал, который на самом деле не дифференциал С. То есть по бар дифференциал, вот, он устроен таким образом, что это там у него есть компоненты из С, С умножить на С и так далее. То есть он, ну, мы выписывали, я думаю, да, что там С, ну, Д по бар, там, вот, напомню, вот С1 умножить на СН, это есть сумма по И от единицы до Н. Тут, значит, нужно написать минус единица, ну, в какой-нибудь степени, типа И минус один, вероятно. Вот, и тут нужно написать С1, вот, тут нужно написать дельта СИ, и больше СИ плюс один и так далее. Вот эта дельта СИ, она принадлежит С умножить на С. И таким образом у нас получается отображение из С в степени Н, вот, С в степени Н плюс один, да. Но что важно, что вот этот по бар дифференциал, он не происходит из дифференциала в С, да, он переводит С там в С в квадрате, грубо говоря. Вот, и это дает нам некоторую проблему, потому что мы уже не можем вот так сказать, что это то же самое, что отображение комплексов. Вот, мы должны чуть-чуть сказать по-другому. Ну, значит, во-первых, мы можем рассуждать таким образом, что вот у нас есть, значит, ну, по-прежнему у нас есть некоторое отображение из С сдвинутого на минус единицу, которое образующее ва, вот, и мы теперь хотим, чтобы вот если мы вот по нему индуцируем отображение из Кобар в С ва, то есть породим там свободную алгебру с Кобар дифференциалом, то у нас получится отображение, значит, а алгебра у нас получится отображение автоматически, то есть чтобы это было, мы хотим, чтобы это было отображение комплекса. Вот за это мы боремся. Потому что отображение алгебры это автоматически, потому что мы просто берем свободную алгебру, да, то есть понятно. Вот, ну и, собственно, давайте мы посмотрим, что это нам дает вот, например, на самом первом месте. Вот тут вот есть С, ну, не С, а там С сдвинутая на минус 1. Ну, давайте я тут не буду писать минус 1, хотя почему бы не написать. Вот, значит, вот это С, сдвинутая на минус 1, оно каким-то образом отображается ва. Это некоторое там отображение фи. Кстати, заметьте, что это будет отображение фи степени плюс 1, да, как вот здесь и обещалось. Вот, и, собственно говоря, вот, ну, здесь-то тут все нормально. Это будет отображение, вот, то есть это будет, ну, отображение комплексов, но у нас есть отображение С минус 1, С минус 1 в квадрате, вот это вот, по бар дифференциалу, вот, и есть, значит, и вот это должно компенсировать, вот, если, вот, и это должно давать нам, да, и это, да, значит, вот что я хочу сказать, что у нас, мы же как бы стартуем с этого фи, потом мы продолжаем, это фи до отображения кобар ва, просто как свободная алгебра, то есть там на С минус 1 в степени n ва, да, мы просто определяем это как фи от С1 умножить в смысле А на фи от С2, ну, и так далее. То есть мы просто берем вот все эти компоненты, каждый применяем фи, и потом умножаем ва, да, ну, просто это как мы распространяем на свободную алгебру. Вот, поэтому если мы теперь к С применим вот этот кобар дифференциал, то вот первую его компоненту, вот это, то что у нас получится? У нас получится, что у нас С в степени минус 1, оно, значит, отображается в С в квадрат в степени минус 2, причем как оно, собственно, отображается? С просто переходит в дельта С, то есть в продакт от этого С. Вот, ну, там просто будет соответствующая критерия. Давайте я все-таки сотру вот эти минус 1, минус 2, они смущают, но мы будем их иметь в виду. Вот, а после этого я должен, соответственно, моя же цель – это построить отображение ва, то есть я теперь должен вот здесь вот, ну, вот как я тут вот объяснял, что я на каждой компоненте применяю фи, чтобы получить отображение алгебра. Вот я получаю фи умножить на фи, просто ва умножить, ну, на самом деле, можно сразу даже сказать, что это фи умножить на фи в смысле а, то есть вот умножение вот такое ва. Вот, и у меня получается, что вот этот дифференциал, то есть у меня есть отображение, которое вот получается таким образом из С ва, которое получается из кобар дифференциала, и это отображение, оно не равно нулю, конечно, вообще говоря, но оно, значит, должно компенсироваться вот этим дифференциалом, который вот я здесь выписывал, то есть дифференциалом, который есть здесь, который, ну, просто разность между дифференциалом С и дифференциалом ва, да? Поэтому я должен, то есть вот это вот, то, что у меня тут получается, это, кстати, в точности фи, вот эта звездочка фи, да, твист от произведения, потому что я сначала применяю по произведению вот это дельта в С, и потом я применяю фи умножить на фи, а потом я применяю умножение в а. То есть это в точности вот это дело, и вот это вот умножить, примененное к любому С, должно быть равно, значит, д фи, примененное к С, там, минус плюс фи, примененное к ДС. Ну вот, и это, собственно, получается такое вот уравнение из первого места, если я, вот из С, если я хочу, чтобы это было отображение комплексов. Но дальше мне нужно как бы проверить, что если, что этого достаточно. То есть если у меня вот это, вот это условие, которое я получил там, для отображения из С, о, здрасте, вы похож, да, пришли? Я сейчас еще не видел, да? Вот, из С ва, значит, выполняется, то оно выполняется уже до любого С в степени Н ва. Да? Ну, то есть тут есть что проверять, потому что, ну, у нас есть там С в степени Н, ну, С сдвинутая на единицу в степени Н, но мы это сейчас игнорим. Вот, С в степени Н, и оно, то есть у меня же тут вот есть С в степени Н, и которая сидит в кобаре от С, ну, сдвинутая там на минус Н, неважно. Вот, которая сидит в кобаре, и мне нужно проверить то же самое условие на С в степени Н. То есть это означает, что вот у меня С в степени Н, там, сдвинутая на минус Н, отображается в А, вот, оно отображается, как вот тут я писал, то есть как Фи, тензор на, вот, Фи умножить в смысле А на Фи, умножить в смысле А на Фи и так далее. То есть я распространяю отображение на всю свободную алгебру, да? Вот, и дальше мне нужно проверить, что это согласовано с дифференциалом. Ну, здесь есть дифференциал, который вот по типу вот этого дифференциала, только я уже должен по правилу ледниться его. То есть вот какой у меня есть дифференциал на, давайте где-нибудь тут напишу, какой у меня есть дифференциал на С в степени Н. На С в степени Н. У меня, конечно, или там на С минус единица в степени Н, неважно. У меня есть дифференциал, который просто вот есть из дифференциала на С минус 1 происходит, и я просто его по правилу ледниться, там вот ДС, ну, Д, да, ДС. Вот что такое там ДС от С1 умножить на С2 умножить на СН, да? Это просто там по определению ДС, С1 примененная на С2, так далее, минус, там, минус плюс, потому что у С могут быть тоже какие-то градуировки. Давайте так напишу. Ну, пусть будет минус, но мы подразумеваем минус плюс. Минус С1 на ДС от С2 на С3 и так далее. Вот это я все буду обозначать ДС, да? А теперь у меня на С минус единица в степени Н в А. Ну, вот есть тот же самый дифференциал. Если у меня есть какой-то ПС, который лежит здесь, ну, в коме, не знаю, как сказать, ПС, ну, да, вот такой вот ПС, то у меня есть, конечно, ДПС, вот, который от С1 на СН определено таким образом, что это ПСи, ну, ДА, ПСи, вот, от С1 на СН, вот, минус ПСи, минус плюс ПСи от ДС, вот, от этого самого, С1 на СН. То есть просто разница в том, что я теперь ДС вот так вот продлеваю по правилу Лебница. И тут у меня есть еще вот кроме вот этого хозяина, то есть у меня возникает некоторый дифференциал вот на этом векторном пространстве. Но кроме этого у меня есть еще дифференциал Кубар. Этот дифференциал Кубар, он бьет из С в минус первой в степени Н, С минус первой в степени Н плюс 1, да? Вот. И вот этот дифференциал, он уже немножко другой, потому что он меняет Н на единицу. Ну, и я должен как бы проверить, что вот если я применяю вот этот дифференциал, а потом, если я стартую из некоторого вот того же самого, что у меня было раньше, то есть некоторого Фи из С минус 1 в А, то у меня теперь вот С минус 1 в степени Н, оно, значит, отображается в А, но и оно отображается просто понятно как. Просто как вот Фи от С1 умножить в А на Фи от С2, там, умножить в А, так далее. Оно, значит, по барам переходит в Фи С минус Н, минус 1 в степени Н плюс 1. Вот. Оно тоже отображается в А таким же образом, как здесь. И это, в принципе, мешает вот этому отображению быть, то есть этот вот компонент дифференциала, который нет в А, должна компенсироваться тем, что у меня есть вот это D, то есть D А минус D С, да? Ну и, собственно, вот это некоторые условия. И, собственно, утверждение заключается в том, что это условие достаточно проверить при Н равно 1. И если оно выполняется при Н равно 1, то оно выполняется уже при любом Н. А при Н равно 1, оно дает вот в точности нашему вот этому вот мастеру уравнения, как его еще можно назвать. То есть то, что это твист от КЦ. То есть дает то, что D Фи плюс Фи на Фи равно 0. Вот. Ну это там типа надо проверять. Ну, а? Да, конечно. Да, надо вот так поставить. Да, D Фи вот такое, да, на морфизмах, примененное вот к С1. Но это тоже некоторый морфизм, и его значение на С1, СН, оно равно вот как раз как ДА, примененное к образу, минус там плюс ПСИ, примененное к аргументу. Да, у нас все, даже алгебра. Если это не ДЖ-алгебра, то эти вот этот компонент дифференциалов равно 0 просто. То есть у нас же нету коммутативного квадрата? Нет, нету коммутативного квадрата, но у нас просто я просто тут сказал, что у нас должно получаться отображение комплексов из КОБАРС в А. Причем отображение, которое на уровне векторных пространств, у нас уже по Фи задано. То есть вот как только мы фиксировали вот это вот Фи, у нас само отображение уже задано. Оно вот задается как Фи умножить на Фи умножить на Фи умножить в смысле А. Я хочу проверить теперь, что вот это вот заданное по Фи, продолженное на КОБАР отображение, является отображением комплексов. Ну, для этого мне, конечно же, нужно принять во внимание вот этот КОБАР-дифференциал, который на КОБАР есть, и посмотреть его эффект. Ну, вот у него эффект будет такой. Он будет на самом деле, ну, можно даже его выписать, в принципе, он будет такой, что вот С1 умножить на СН, да, оно… Блин, тут я как-то не по-западному пишу слишком. Давайте тут напишу, значит, С1 умножить на СН, значит, оно сначала при КОБАР-дифференциале перейдет, значит, в некую сумму. По И там минус 1 в степени минус 1, там С1 на дельта СИ на все остальное. Вот, но, значит, если я хочу посмотреть то, как это действует на моих вот этих… на отображение из КОБАР, то есть у меня есть отображение КОБАРС, значит, вот ВА, которое задано просто как там на каждой компоненте, как ФИ умножить на ФИ, умножить на… умножить в смысле А на ФИ и так далее, да. И я хочу проверить, что вот это отображение, значит, является отображением комплексов. Ну, значит, как я это должен делать? Я должен, ну, посмотреть эффект вот этого отображения. Давайте, я не знаю, как его обозначают, допустим, ФИ со звездочкой. Допустим, вот ФИ со звездочкой. Вот как у меня ФИ со звездочкой с этим… Если бы это было вообще отображением комплексов, то ФИ со звездочкой коммутировало бы вот с этим КОБАР-дифференциалом здесь. То есть мое условие было бы такое, что ФИ со звездочкой, примененное к ДКОБАР от С1 и так далее, там, СН, вот, было бы просто равно вот этому там дифференциалу Д, ну, вот этому внутреннему, который я там писал, от ПСИ, то есть который равен там Д, ПСИ, вот, ну, вот который я… Вот давайте я просто вот этот дифференциал обозначу ДИН, да, то есть внутренний как бы дифференциал, вот, то есть примененный к тому же самому, вот, С1, СН. То есть если бы этот дифференциал был бы равен нулю внутренне, если бы это были бы не комплексы, то, ну, в принципе, этому было бы очень трудно достичь, то есть это было бы какое-то очень специальное условие на это ФИ, я бы сказал так, или на КОМ-множение. В общем, в нашем случае мы рассматриваем случай такой, что это комплексы, то есть вот ДИН у него, в принципе, это не есть ноль, но и мы хотим просто вот посмотреть, чему вот это вот равно, то есть что дает, соответственно, вот это условие. Ну и вот эту штуку, правую часть мы можем написать просто, ну, понятно, каким образом мы просто говорим, что это, значит… Ну, если ФИ у нас отображение комплексов, да, то это можно написать, что это там ДИН… Нет, нет, я, значит, вас немножко запутал. ФИ, оно не отображение комплексов, конечно, потому что если бы оно было бы отображение комплексов, то вот этот внутренний дифференциал был бы, ну, равен нулю на ФИ. Он, в принципе, не равен нулю. То есть ФИ – это некое отображение градуированных векторных пространств, и на нем вот этот внутренний дифференциал вот действует некоторым образом. Если бы он действовал бы нулем, то это было бы отображение комплексов. А так это не отображение комплексов, и вот это, значит, тоже не равно нулю. И то, что это… Ну, то есть это можно написать, значит, чему это равно, да? Это равно там ПСИ… Ну, вот, блин, это трудно, в общем, писать. То есть это нужно написать… Ну, вот вы понимаете, чему это равно. Вот я, значит, написал такую вот… Ну, давайте напишу, ладно. То есть это нужно написать, что это Д в А от ФИ от С1 умножить в А так далее умножить в А на ФИ от СН, да? И от этого я должен вычесть там сумму ФИ по И, ФИ от С1 умножить там в А умножить на ФИ Д от ФИ, ДС, ФИ от СН, от СИ, вот, и так далее. То есть я должен как бы взять… Ну, это тоже удовлетворяет некоторому правилу Ленинса, естественно, потому что А – это Д же алгебра, да? То есть я должен… Тут я тоже могу написать… То есть я могу, в принципе, вот эту штуку тоже написать как некую сумму по И, и в результате я получу, что это сумма по И таких вот вещей. Значит, ну, плюс-минус тут знак будет, ФИ от С1 умножить там в А, умножить… На Итом месте будет стоять, соответственно, вот Д, ФИ от СИТ минус там ФИ минус плюс ФИ от ДСИТ, да? Вот это будет стоять на Итом месте. А дальше будет стоять вот все остальное, то есть там ФИ от СИ плюс первое умножить и так далее. Это будет вот сумма по И, и И-тое слагаемое, оно применяет вот такое вот, значит, тоже по правилу Ленинса, вот это Д просто к этому сомножиться. То есть это, в общем, понятно, что такое, да? Да. Просто если это морфизм комплексов, то это было бы нулю равна эта добавка. Это не морфизм комплексов. Я просто чуть-чуть… Он должен, ну, он по определению является отображением алгебр. Мы хотим, что это было бы отображение ДЖ алгебр, то есть чтобы это было отображение комплексов тоже. Нет, с тотальным дифференциалом, то есть у нас есть дифференциал на КОБАР и есть дифференциал ВА, и должен быть коммутативный квадрат. То есть у нас есть, нет, у нас есть, значит, такая вещь, у нас есть КОБАР вот в С, вот ВА, и мы, значит, вот то, которое связано с ФИ, я его обозначал ФИ с нижней звездочкой, и мы хотим, чтобы это ФИ с нижней звездочкой было, вот то, которое по ФИ одному строится там, чтобы это было отображением комплексов, то есть отображение комплексов. Хотим, чтобы оно было, это было отображением комплексов. Да, да, чтобы это было отображением комплексов, и, ну, значит, да, и я сказал, что у нас как бы есть, ну, здесь члены параметризуются в частности их степенью, то есть степенью n, и у нас есть как бы две компоненты, одна с с происходит, другая са, ну, с с, да, которая сохраняет эту степень, которая просто линейна по а, и есть другая компонента, а именно по бар, которая увеличивает степень на единицу, и вот если бы вот этой увеличивающей не было, то это было бы просто, ну, условие, что у нас там фи отображение комплексов, если фи отображение комплексов, то и это было бы отображение комплексов, и это видно вот из этой, кстати, формулы, потому что она расписывается как сумма по вот такому вот коммутанту, там, д фи от цито минус фи от д цито, по каждому вот этому сомножителю ци. Чтобы это было, нет, я хочу, да, я доказываю, что вот когда у нас теперь есть еще и кобар дифференциал, условие такое, что вот это внутреннее отображение, значит, фи, фи, одного фи, да, плюс там фи, вот это конволюшен свертка с фи равно нулю. То есть это условие я уже получил в случае, когда степень, я применяю это к степени единица по кобар, да, то есть когда у меня вот есть из с минус один ва, ну, оно же само фи, оно же там тоже сидит в этом самом, в моем вот отображении, вот в этом фи стар, да, вот оно на первых, вот я могу сначала проверить вот в этой ситуации, я это уже сделал, то есть у меня тут получается, соответственно, ну, значит, ну, тут это тоже могу сказать фи стар, тут у меня получается с минус один в квадрате, оно тоже, значит, это д кобар, и это вот тоже, значит, фи стар. И вот, значит, я должен проверить, что вот это и вот это, то есть вот это вот отображение ва, которое связано с кобар, оно компенсируется вот этим внутренним дифференциалом. И это я проверил в этом случае. И дальше я просто утверждаю, что вот то, что я проверил в этом случае, то есть когда вот я рассматриваю с с минус единица ва, то есть само фи, вот уже этого достаточно для того, чтобы утверждать, что то же самое выполняется для любого n, то есть для любого n то же самое будет выполняться. То есть у меня будет, значит, на этом элементе отображение комплексов, то есть там примененный, значит, вычислимый с помощью кобар дифференциала, значит, отображение ва, оно будет равно просто эффекту вот коммутации с внутренним дифференциалом. Если это верно в степени 1. Но это довольно очевидно, просто по следующей причине. Потому что вот тут я расписал внутренний дифференциал и увидел, что он просто равен сумме по и, где вот ито, ито слагаемое, оно просто действует только на итом вот этом сомножителе. И на итомом сомножителе оно действует как раз как вот это внутренний фи, внутренний д, примененный вот к этому внутреннему сомножителю. И с другой стороны, если я теперь посчитаю д кобар, то это, значит, будет действовать вот фи от этого, это будет, соответственно, равно, вот сейчас я вот с этим буду играться, это будет равно фи со звездочкой по определению от d кобар, да, от c1 cn, да, вот, а значит, это я теперь тоже пишу как сумму по и, где ито слагаемое действует только на итом сомножителе. То есть это фи, значит, со звездочкой, вот суммы по и, значит, тоже тут плюс-минус, минус единица в степени и минус один, конечно, ну, давайте я напишу плюс-минус, значит, c1 так далее на дельта c и на так далее, то есть вот остальные сомножители без изменений. Ну, теперь я знаю, как мне вот это вот фи, во-первых, фи со звездочкой переводится сумму в сумму, конечно, по определению, то есть это равняется фи в сумме по и, значит, плюс-минус фи со звездочкой от каждого вот этого вот c1 дельта c и так далее cn. Ну, теперь я понимаю, как мне вот это фи продолжить. Собственно, на вот эти все дела оно продолжается все, кроме вот этого сомножителя, оно продолжается просто как фи, фи, фи и произведение ва, а на это оно будет продолжаться как свертка, как моя вот эта convolution product, да. То есть это будет, значит, равно сумме по и плюс-минус, значит, тут будет фи от c1 умножить ва, просто потому как я вот распространяю, ну, вы понимаете, я думаю, уже давно, на фи умножить на фи. Это вот в этом и там слагаемое на дельта c и, и потом еще нужно взять с этого тоже умножение ва. То есть вот это вот такой особый и слагаемое, вот, а все остальные это просто вот дальше фи от c и плюс первое и так далее. И по всему этому я беру умножение ва. То есть мы видим, что и вот эта часть, и эта часть, это некоторые суммы по и, где вот здесь вот, конечно же, вот то, что тут стоит, это по определению фи свертка с фи, примененная к ци тому, да, просто вот потому, как я его определил. То есть в результате в сухом остатке мы получаем, что вот то, что я тут считаю, значит, это равно сумме по и, значит, тут будет фи от c1 умножить на а, значит, умножить на а, фи звездочка, фи на c и. И дальше умножить на а, фи на c и плюс первое и так далее, да. Это вот будет одно плюс-минус, а второе будет там минус, там сумма по и, плюс сумма по и, где тоже сумма по и, но только разница в том, вот она тут вот выписана, что я к этому фактору применяю вот эту c1. Вот тут будет к этому фактору применено там вот этот внутренний дифференциал, вот этот внутренний фи, да, вот так я напишу, c и т, ну а все остальное без изменений. То есть вот, ну то есть, грубо говоря, смысл в том, что если у меня вот выполняется одно условие для степени n равно единице, то у меня выполняется условие для любого n, и я тут попробовал это показать. То есть мораль в том, что если у меня фи удовлетворяет вот этому вот twisting условию, то у меня действительно вот, если я начинаю с такого вот фи, продолжаю его как отображение из свободной алгебры ва, вот, то у меня получается отображение комплекса. Вот это я как бы показываю. Ну то же самое на самом деле я делаю вот с этой частью, но тут немножко, может быть, это будет немножко более запутанно, потому что тут у меня как бы тут все-таки это свободная алгебра, а это ко-свободная ко-алгебра. То есть тут я начинал с образующих, а тут мне нужно ко-образующие, да, то есть, ну давайте я этот момент опущу, значит, заинтересованный слушатель может это прочитать вот в этой секции Владеи, да, которую я говорил. Ну просто это примерно, давайте я два слова скажу, вот, чтобы это не было вот так, не выглядело как читинг такой. Еще раз? Ну, наверное, в принципе, можно, но когда у вас эти А и Ц бесконечно мерные, то как-то, ну вы лучше меня про бесконечно мерные, как звездочку применять, ну, в смысле, двойственное пространство применять бесконечно мерным пространством. Ну да, наверное, можно, да. Ну, не, ну правильно, конечно, вы правильно говорите, потому что намного интуитивно понятнее говорить о свободных алгебрах, порожденных там какими-то образующими, чем о свободных ко-алгебрах, ко-порожденных чему-то там. Вот, ну, значит, давайте все-таки я, ну, давайте два слова скажу, вот не буду так детально это вычислять, значит, скажу просто два слова о том, что происходит, и на этом, значит, остановлюсь в этом вопросе. Ну, да, значит, вот у нас есть, опять-таки, ко-алгебрах, ко-алгебрах, значит, из С в барата, да, вот, это барата, это ко-алгебра, как мы уже знаем. Ну, значит, мы можем вот эту, это ко-свободная ко-алгебра без ко-единицы, и у нее есть, значит, проекция в ко-образующие. Барата в А. Ну, некая проекция. Это то, что раньше было вложением образующих, да, раньше у нас было С, там, ну, только тут А сдвинутая на единицу, а раньше было С, сдвинутая на минус единицу, вкладывалось, как бы, да, в ко-бар от С. Это образующие вкладывались, а это ко-образующие. Ну, вот вопрос, да, и теперь, значит, конечно, я могу взять вот некое отображение, там, из С в С, там, из С в бар, и потом взять эту проекцию в ко-образующие, у меня получится отображение из С в А, сдвинутая на единицу. И вопрос, конечно, в том, а как мне, чтобы что-то посчитать, как мне вот по этому делу восстановить исходное отображение Пси? Ну, исходное отображение Пси, оно как бы будет отображением в А в квадрате, в А в кубе и так далее. Вот, например, чтобы восстановить отображение в А в квадрате, ну, в А, сдвинутая на единицу в квадрате, мне нужно сделать следующее, мне нужно взять вот это Фи, значит, ну, это вот то же самое, что вы говорите, что это просто двойственный язык, но, тем не менее, что это будет в реальности? Нужно взять С, вот маленькое С отсюда, применить к нему теперь, ну, лучше большое, да, то есть надо взять С, большое, надо применить к нему дельту, будет С умножить на С, вот. Теперь из С умножить на С я могу применить вот Фи умножить на Фи. Вот, и это будет, значит, Ва, сдвинутая на единицу умножить на А, сдвинутая на единицу. Вот, но это просто вот двойственное к тому, что значит, что я, задав отображение свободной алгебры на образующих, значит, расширяю его на квадрат образующих, куб образующих и так далее. Вот, то есть у меня, значит, получается по такому отображению, если я применяю дельта в надлежащей большой степени, то у меня получается отображение, да, я могу дельту в квадрате, там, применить. Тут будет С умножить на С, а тут будет еще А, сдвинутая на единицу. Ну, и так вот я все это дело расширяю, 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 и по Фи я восстанавливаю все вот это вот отображение. Ну, да, это двойственная вещь. А дальше я просто проверяю то же самое, что я проверял там, что задав вот это Фи, я могу построить вот это дело, и это дело будет всегда отображением по алгебрам. А дальше мой вопрос, а когда же это будет, при каких условиях на Фи, это будет отображением комплексов. Я хочу доказать, что при тех же самых, когда Фи удовлетворяет вот этому твистингу. Заметьте, что вот в этом случае, в который мы разобрали, у нас Фи было как бы отображение С минус единица в А, и поэтому оно было как элемент из Хом, С в А, было элементом степени плюс один. А здесь у нас это отображение С в А, сдвинутая на единицу, что одно и то же, то же самое, что то, и поэтому как отображение С в А, это тоже будет отображение степени один. Мы хотим больше, конечно, показать, что и условия будут то же самое. Ну и вот если поработать с этим вот определением, или, как вы правильно говорите, сказать, что это просто дуальное к тому, что уже было, если это там… Ну я бы скорее поработал бы просто в лоб, потому что я не люблю как-то двойственные, бесконечно мерных пространств, то я получу просто то же самое условие. Ну можно проверить это… Ну смотри, давайте я на этом деле, может, остановлюсь сейчас, потому что… Или нужно рассказать, я не знаю. Мне кажется, сумеете, да, сделать же. Понятно, да? Так же. Не, вы просто молчите, если бы сказали, вот кричали бы, очевидно, очевидно, пошли дальше. Ну всем очевидно, да? Не, очевидно, но это делать будет хорошо. Нет, ну можно, давайте вот покажем просто сначала для одного, вот для вот случая, когда ва сдвинут на единицу, да? Вот, значит… Скажите мне, скажите мне, в чем… Вот, в чем вам… Да, да. Нет, да, да. Должно быть, в предложении комплекта. Да, так она же где-то была даже выписана. Да, да, вот, кстати, вы хорошо сказали, давайте, спасибо большое. Давайте я действительно, может быть, вот в конце концов, чтобы было понятно, действительно, я… Действительно, вы правы, что она не была выписана, и это, наверное, тоже вот создало для некоторых слушателей какие-то проблемы, действительно. То есть вот, да, то есть вы правильно совершенно говорите, да. То есть диаграмма такая, да, что у нас есть кубар от С, вот, на нем есть два дифференциала, на нем есть дифференциал, вот, ДФС, вот, который так вот по правилу Лебница распространен, плюс ДФС, такой тотальный дифференциал, да, и у нас есть, ну, да, и у нас есть вот это отображение Фи со звездочкой, которое строится по Фи, и понятно, как строится, да. И у нас есть А, в котором один только дифференциал Д в А. То есть это вот, и это, это дифференциалы в комплексах. Да, да, то есть мы как бы, мы как бы говорим, что если бы вот Д кубара не было бы, то понятно, какое было бы условие, чтобы вот эта штука была, ну, просто если бы тут стояла бы тенсорная алгебра, грубо говоря, от С, там, без дополнительного дифференциала, только с дифференциалом, продолженным из дифференциала на С, то условие было бы, что Фи, являлось отображением комплексов. И все. Тогда и вот это было бы отображением комплексов. А мы теперь имеем еще вот квадратичную компоненту дифференциала. И мы хотим, чтобы вот это все было отображением комплексов. Да, вот тот вот, он-то как раз был выписан несколько раз. Вот, чтобы вот, вот дифференциал в кубаре. Это мы применяем вот эту дельту к И тому фактору и берем сумму по И, да, со знаками. Вы прогуляли некоторые предыдущие лекции, поэтому... Это есть две фундаментальных конструкции такие, бар и кубар. То есть, вот, которые... Кубар всегда алгебра. Кубар от коал... То есть, да, вот, может, если для тех, кто не... Извините, пожалуйста, что я перебил. И, значит, вот я в прошлый раз-то выписывал. Значит, вот так. Значит, вот кубар... Ну, да, ну, собственно, я тут вот это выписал. То есть, кубар, он строится по коалгебре. И, значит, если взять вот коалгебры, а тут взять алгебры, вот, то вот отсюда есть, собственно, кубар, отсюда есть бар. Только кубар левый сопряженный, поэтому я должен был наоборот написать. То есть, ну, вот, в смысле, кубар только левый сопряженный, а бар правый сопряженный. И, вот, собственно, там вот это и написано. И это мы пытаемся как бы доказать. Но сами конструкции, что бар по алгебре строят коалгебру, а кубар по коалгебре, вот, алгебру. Это мы в прошлые разы немножко там обсуждали, действительно, да, просто. Поэтому я в этот раз не объяснял. Ну, вы легко покажете, что вот эта формула, например, вот эта, она действительно задает даже алгебру. Ну, просто потому что, ну, вот, покажете легко. Потому что, ну, как у вас умножение устроено двух таких маномов? Это просто тензорное произведение такое, да. Вы один маном тензорно присоединяете к другому. Вот это умножение в тензорной алгебре. Ну, и дальше вот у вас дифференциал, он бьет просто сумма по вот некоторым отображениям на итый фактор. Ну, и поэтому ясное дело, что когда вы присоедините, у вас будет тензорное произведение одного манома и другого манома. В одном дифференциал будет сумма по всем факторам и в другом сумма по всем факторам. Но это будет то же самое, что дифференциал вот в присоединенном уже, более длинном. Поэтому это даже коалгебра. Извините, пожалуйста, да. Да, а то есть дифференциал надо смотреть здесь. Вот здесь. Да, ну, тотальный дифференциал. Ну, то есть это мы рассматриваем как бикомплекс. Ну, сложить, не сложить, ну, может вычесть, но это как бы бикомплекс. Тут совсем со знаками это всегда самый тонкий момент. Поэтому люди предпочитают все работать там с какими-то симплециальными вещами, потому что тогда знаки сами за себя как бы отвечают. Вот, ну да, то есть тут, в принципе, вот Кобар, если С это ДЖ-алгебра, то у нас возникает, ну, у нас С само по себе комплекс, да, допустим, в горизонтальном направлении. Вот у вас есть там С0, есть там С1. Вот, и все это вместе, это, допустим, ДЖ-коалгебра. С минус 1 там, да. Вот, и теперь, значит, а у вас теперь этот комплекс сдвинутый на единицу вправо, значит, то есть теперь уже это будет сидеть в степени 1 по вертикальной градуировке. Вот это горизонтальная градуировка, а это будет вертикальная. То есть вот это будет в степени 1, в степени 2 будет сидеть его квадрат, то есть там полученная из квадратов СИТ, тенсор СЖТ, да, то есть тут будет стоять, ну, например, С0 умножить на С0 в степени 0, да, в степени 1, ну, будет больше стоять, будет еще С1 на С минус 1. То есть будет вот тенсорное произведение вот этого С на С как градуированного векторного пространства, то есть градуировки складываются, вот будет такая линия. Вот, то есть это означает, что, например, чтобы понять, кто стоит в степени 0, вы должны С0 умножить на С0, там, плюс С минус 1 умножить на С1, взять прямую сумму, плюс С минус 2 умножить на С2 и так далее. Ну, понимаете, да, то есть вот С умножить на С в степени, там, допустим, К, это будет, ну, я ее вертикально писал, будет вертикально, это будет прямая сумма по И плюс Ж равно К, значит, СИТ умножить на СЖ. То есть вот тут вот будет стоять вот такое градуированное пространство, и на нем будет дифференциал, потому что, ну, как на тензинном произведении комплекса. Понимаете, вот это комплекс и это комплекс. Значит, на всем вот этом есть дифференциал. Ну, вы же знаете тензинное произведение комплекса. Вот, то есть вот здесь возникает дифференциал, вот тут возникает тоже дифференциал, тут С умножить на С умножить на С и его дифференциал и так далее. Это все понятно, но помимо этого есть еще, то есть это дифференциал вот в этом направлении. Но помимо этого есть еще бар дифференциал. Ну, для этого, чтобы, ну, бар дифференциал, он, видите, получается, что он, как бы, нам надо считать, что это один, это два. Но я просто нарисовал вверх ногами, то есть нужно было повернуть, чтобы это было один, ну, чтобы два было выше, чем один. Ну, суть такая же. То есть это один, это два и так далее. И вот здесь вот есть еще дифференциал D-кубар, вот это, да, D-кубар. Ну, и все вместе это образует, значит, бикомплекс. То есть, значит, что такое бикомплекс или не очень. Ну, бикомплекс это такое образование, а, вот надо было с этого начинать, значит. Это такое образование, что это как бы... Так. Ну, да, то есть что такое бикомплекс? Это, значит, вот у вас есть прямая сумма по И и Ж, и тут стоит К и Ж. И в этом, значит, это там векторные пространства, например. И в этом есть два дифференциала. Есть там D1, то есть оно стоит, ну, да, то есть оно Z2 градуировано, да, то есть по И и по Ж. И у вас есть D1, который из К и Ж бьет в К и плюс 1 Ж. И есть D2, который из К и Ж бьет в К и Ж плюс 1. И, значит, их сумма, условие такое, что их сумма должна быть дифференциалом. То есть D1 плюс D2 в квадрате должно быть равно нулю. При этом вы знаете, что D1 и D2 сами по себе тоже являются дифференциалами. Да? Вот. Ну и вот вы пишете, что это условие означает. Это означает, что D1 в квадрате плюс D2 в квадрате, эти равны нулю, это мы знаем, плюс D1, D2, плюс D2, D1, вот, равно нулю. Вот. И на основе, что в условии возникает, что вот это тоже равно нулю, которое, вообще говоря, не автоматом дается. Это, в общем случае, это то, что нужно требовать как бы. Ну, в нашем случае это выполняется. Это легко показать, просто из этой формулы там для квадрат-дифференциала, что вот эта вот формула, она там коммутируется внутренними дифференциалами на С. Но тут мы должны использовать условие, что С само по себе это ДЖ, коалгебра. То есть мы должны использовать в какой-то момент, что вот само Дельта коммутирует дифференциал в С, да? Да, да, да. Чтобы показать, что вот у нас вот это условие выполнено, где D1 – это, допустим, дифференциал в С, а D2 – это D кубар. Тогда вот для этих двух у нас вот выполняется вот это условие. То есть мы можем после этого кубар от дифференциальной градуированной алгебры рассматривать как вот бикомплекс. Ну, а если у нас есть бикомплекс, мы можем его рассматривать как обычный комплекс. Там вот обычный комплекс из бикомплекса устроен таким образом, что мы берем там какое-то К тотальное НТ, НТ, значит, будет равно сумме по ИЖ, И плюс Ж равно Н, К ИЖ. И с этим делом у нас связан дифференциал D1 плюс D2. Вот, и это называется как бы тотальный комплекс бикомплекса. И, ну, строго говоря, то, что мы имеем тут, это не буквально это. Там есть еще вот по кубар направлению, там некая непрямая сумма, а прямое произведение. Ну, давайте мы вот это сейчас опустим, потому что это уже нас совсем уведет. Да, да, вот это вот, собственно, то, что я обозначал кубар от С в том случае, когда С это ДЖ эквалиды. То есть мы видим, что на этом кубаре у нас есть два дифференциала по определению. Вот это вот тотальный комплекс бикомплекса, и на нем по определению есть два дифференциала. И нам надо, конечно, проверять, что сумма дифференциал, то есть что они косвокоммутируют. Но это делается. Вот, и нам нужно, чтобы вот это, значит, кубар вот с таким вот дифференциалом, отображаясь с ФИ со звездочкой внизу в А, в АСА все просто, там просто дифференциал ВА, чтобы это было отображением комплексов. Да, 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 тут у нас сумма дифференциалов, и только она, да. И вот мы это проверяли. Надо было, я просто не понял, что это не очевидно, извините, пожалуйста, просто я думал, что вы там, это моя ошибка, конечно, да. Вот, ну да, то есть, и мы, значит, проверяли. Сначала мы проверили, когда у нас, вот мы начали с момента, с того случая, когда вот мы тут рассматриваем просто С, сдвинутая на, там, минус один, который сидит в самом начале этого кубара, да, и применили к нему вот эти, значит, два дифференциала, и после этого применили ФИ со звездочкой. Да? Ну, мы получили, значит, в одном случае мы получили, ну, вот мы получили, мы это вот здесь вот разбирали подробно. То есть, у нас получалось два разных элемента там ВА, и тут получалось, вот когда мы применяли ДА, там некий еще. То есть, мы как бы рассматриваем вот, ну да, то есть, вот мы рассматриваем С, сдвинутая на минус единицу ВА, и мы хотим, ну, вот тут вот действует на эту штуку, действует два дифференциала, есть дифференциал Д1, внутренний дифференциал С, и есть, значит, Д2, который есть Д кубар. После этого мы применяем, применяем этот, применяем этот, потом применяем ФИ со звездочкой, и это, значит, должно быть равно тому, чтобы мы просто вот к одному ФИ, без всяких дифференциалов тут, применили вот это ФИ, и тут применили вот дифференциал, который есть ВА. То есть, мы работаем с тремя дифференциалами в результате, и у нас получается вот ровно вот это вот условие, мы там это делали, то есть, ДСФИ плюс Д, да, ДВнутренняя, то есть, вот по С и по АФИ плюс ФИ стар ФИ равно нулю. Вот, собственно, вот это у нас получается вот в этом месте. Ну, это понятно уже, наверное, да, я, наверное, просто немножко нарушил порядок. Нет, оно просто эквивалентно, нет, а как я проверял, да, то есть, это условие, вот это вот условие, это в точности условие, что если я стартую с какого-то ФИ, из С, сдвинутого на единицу, вот ВА, ну, вот оно тут, да, вот С, сдвинутого на единицу, оно тут было написано, значит, ВА, ФИ, вот если у меня есть это ФИ, я, ну, это у меня отображение векторных пространств, градуированных векторных пространств. После этого я его, естественно, продолжаю до отображения свободной алгебры, ТАЛК, вот С, сдвинутая на минус единицу в А, и вот это вот дело я обозначаю как раз ФИ со звездышкой, потому что вот если я посмотрю КОБАР, то его подлежащая алгебра, она в точности вот эта, но в ней есть еще дополнительный дифференциал, понимаете, да? Вот, да, и я, значит, проверял, ну, вот если бы я вот эту задачу решал, когда вот это является отображением комплексов, ну, ответ был бы прост, примерно в 10 раз проще, я бы показал, что, в общем, и так очевидно, что это отображение комплексов тогда и только тогда, когда само ФИ отображение комплекса. А тут как бы наоборот, ФИ, чтобы вот было с КОБАРом то же самое, то ФИ-то как раз само по себе не обязательно, ну, если оно отображение комплексов, то тогда у нас каждый вот член должен был бы быть равен нулю по отдельности, что вообще говоря более тонко, ну, а тут их сумма равна нулю. То есть, заметьте, что ФИ имеет градуировку 1, и звездочка градуировку складывает. То есть, вот это вот градуировки 2, и это тоже градуировки 2, потому что дифференциал повышает единицу. Ну, давайте, может быть, сделаем перерыв какой-то небольшой. Ну, я думаю, про это-то уже понятно, да? Нет? Ну, почитайте тогда вот просто я, ну, я вот просто это был вот секцию 2, вот этот шаптер 2, твистинг-морфинг, владея, валейте, ну, там, вот, можете даже себе забрать. Ну, вот, да, тут вот написано это в самом... А, нет, тут, правда, не про барку, а, нет, да, тут про барку бару. Да, 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 ну, тут обозначения немножко другие, но, в принципе, то же самое делается, да. Ну, да, 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 может, там, пошерить с людьми. Или ссылку, я, если нужно, я могу просто вот ссылку, что это такое. А, знаете, да? А, ну, сейчас больше понятно. Не, ну, просто вот эта часть, она довольно понятна, просто была моя ошибка, что я поначалу не стал говорить про то, что такое бекомплекс. Вот, кстати, ну, да, вот, значит, теперь, да, ну, и вот правая часть примерно так же делается, только с тем различием, что двойственный язык, он немножко труднее дается для восприятия. Кообразующий труднее, чем образующий чисто интуитивно. Вот, и, значит, давайте я до перерыва скажу другую вещь, которую просто сформулирую, которую я в прошлый раз сформулировал, но, значит, к сожалению, я ее не доказал. И что-то я думаю, что, не, я могу, конечно, это сейчас доказать, но мне кажется, что без спектральных последствий это будет коряво выглядеть. То есть, ну, будет слишком много сделано руками, то, чего не должно быть сделано руками, должно быть, как бы, просто использоваться спектральные последствия. Поэтому, ну, давайте там посмотрим, как мы с этим будем жить дальше. Пока я просто сформулирую по-любому. Ну, и дальше вот на второй половине я не буду это доказывать, потому что без спектральных последствий это не очень правильно делать. У вас были, но не у всех. Вот у вас двоих, да, у вас двоих, вы знаете, я спрашивал Аршака специально, вот кто из слушателей, с его точки зрения, знает, что есть спектральные последствия. Он мне там написал. Я так понял, что, ну, вот из тех, кто присутствует сейчас, вероятно, два человека. Вот, ну, и это как бы, ну, я могу, ну, смотрите, ну, просто это будет неправильно. То есть, ну, я могу чуть-чуть, ну, давайте я сейчас не буду это делать, да, но в конце концов это интересно. Поэтому вот не все должно сразу доказываться что-то, значит, хотя, да. Ну, вот, значит, смотрите, давайте теперь вот рассмотрим тот случай, когда у нас С, вот, когда С это там бар от некоторой алгебры Б, то есть Б, А, Б это алгебра, ДЖ алгебра. Вот, и С у нас имеет вот такой вот специальный вид. Нет, что я говорю, давайте пусть С будет бар от того же А. Ну, да, пусть сначала от Б, пусть сначала от Б, а потом Б будет равно А. То есть тогда, значит, у нас вот этот аджанчин дает следующее, что Хом в алгебрах, ну, в ДЖ алгебрах, алгебра – это всегда ДЖ алгебра, да, из кубар С, кубар от бар от Б, бар от Б, значит, Ва, вот, оно равно отображению, ну, там, из аморфина, отображению по алгебрах из бар от Б в бар от А. Ну, вот, а теперь можно, ну, это я просто вот подставил такое частное С и получил вот такое. А теперь можно положить еще круче, можно сказать, что А равно Б, и тогда у нас вот здесь есть выделенный элемент единица. Тогда есть единица, которая принадлежит Хому в коалгебрах из бар от Б в бар от А. Отлично. В бар от Б, да, то есть, ну, или бар от А в бар от А. Вот, и, ну, и ему, значит, что-то тут соответствует. И получается, что ему соответствует некоторое отображение из кубар, бар от А, Ва, да, некоторое вот отображение, которое является, ну, это вообще всегда, если у нас есть левый сопряженный функтор и правый сопряженный функтор, то вот этот аджаншин всегда генерирует такое отображение функторов LR в identity и identity в правой категории в RL. То есть это означает, что, ну, вот это примерно доказывается точно так же. То есть я беру там один объект, равный другому, да, то есть, ну, блин, если у нас есть ком там в категории C1 из тут LX в Y, и это равно ком в категории C2, ну, из аморфно, как и джаншин, да, ком в категории C2 X в RY, вот, то всегда можно положить, например, X равно, значит, что я тут сделал, можно положить X равно RY, да, X равно RY, правый сопряженный, да, и тогда у меня получится, что у меня вот, ну, да, и тогда у меня получается, что вот тут HOM в категории C1 из LRY в Y, оно, значит, из аморфно HOMU C2, а тут будет R от Y в R от Y. Ну, в R от Y в R от Y у меня есть единица, просто тождественный морфизм, поэтому у меня получается некоторый морфизм из LRY в Y. Ну, и аналогичным образом у меня получается из, наоборот, ну, просто если я теперь положу Y равно L от X, да, Y равно L от X, то у меня получается, наоборот, из X в R L от X, это вот второй морфизм, да, то есть если Y, наоборот, равно L от X, то у меня получается, соответственно, HOM C1 из L от X в L от X, оно, значит, равно HOMU в C2, значит, X в R LX. Ну, да, это дает, значит, единица тут дает отображение из единицы в R L. Вот, ну, и это, соответственно, отображение будет такое, что это из C будет вот это второе, будет отображение в R по R от C. Вот. Ну, вот, это-то просто следует автоматически, то есть это отображение алгебр, DG алгебр, DG алгебр, а это отображение DG коалгебр. Вот, и это все, конечно, прекрасно. Да, кстати, можно задаться вопросом, что для этих отображений, вот эти твистинг-отображения. Тоже довольно, может быть, любопытно понять, так чисто повозиться. Вот, и, значит, да, и, то есть это-то следует просто отсюда, а вот теорема, для которой я хотел использовать спектральные последовательности, говорит, что вот эти два отображения квази-изоморфизм. Эти два отображения квази-изоморфизм. То есть, помимо того, что они отображение одно алгебр, другое коалгебр, они еще индуцируют изоморфизм и накогомология. Причем, кстати, заметьте, что вот это является свободной алгеброй, а это является ко-свободной коалгеброй. То есть, это дает мне резольвенты в неабелевом случае. То есть, вот если я рассматриваю науку вместо комплекса вабелевой категории, я рассматриваю DG алгебры. То есть, вот я сумел заменить, если я докажу эту теорему, каждую алгебру на некоторую свободную алгебру, каноническим образом такую, что есть некое отображение, оно сюрективное, и на самом деле оно будет квази-изоморфизмом. DG коалгебр. Ну и в эту сторону вот тоже. Но чтобы это доказать, на самом деле это довольно любопытно. В принципе, это довольно любопытно по той причине, что, например, если в алгебре есть единица, если в алгебре есть... Вот давайте я вот скажу просто одну вещь, что если в алгебре есть единица, то мы раньше там показывали, гомотопию строили, что вот эта вот штука просто ациклична. То есть, у нее нету к гомологии вообще, если в алгебре есть единица. То есть, просто вообще нету ни в одной степени. Просто. А с другой стороны, значит, оказывается, что вот это ацикличный комплекс, но если я его рассматриваю как по алгебру и к нему применяю пунктер по бар, то я по нему могу восстановить вот это вот А с точностью до квази-изоморфизмом, что довольно просто любопытный факт, на который бы я хотел обратить внимание. Ну и как бы, собственно, вот это можно доказать. Конечно, я это могу доказать. Я даже там принес какую-то шпаргалку. Я как-то там разбирался в одной своей работе и принес вот шпаргалку оттуда. Вот. Ну, понимаете, просто это будет очень сильно руками размахивание, если без спектральных последовательностей. Вот. Лучше, может быть, нужно изучить про... Ну, у вас же... А, у вас была же гомологическая алгебра на втором курсе? Да. Я знаю, да. Ну, довольно... На одном курсе, да? Да. Но то, что вы мне в электричке рассказывали, оно у вас было бы довольно в хорошем объеме, на самом деле. Ну, для второго курса, по крайней мере. Ну, поэтому просто ее нужно дополнить с спектральными последователями, и все. Нет, на этом, может быть, я как-нибудь расскажу. Ну, я не знаю. Но давайте вот сейчас я эту тему, значит, оставлю пока, и у нас будет перерыв, после которого немножко про операды еще поговорим. Про свободные операды. Вот спрашивали про свободные операды. Вообще чуть-чуть с другой перспективы, чуть более категорной расскажу про операды. Давайте там минуты сколько, пять, я не знаю, сколько. Будет еще один. А, ну тогда давайте, может, вы запомните вот это утверждение, когда докажете спектрально. Не, ну... Не, ну я могу просто сказать, о чем это. То есть вот сейчас будет, когда начнется. Я просто... Да, я скажу сколько-то слов, просто о чем это. То есть не что это, не всю науку, это довольно долго объяснять. А что, вот о чем это, какую задачу это решает. Это вот ладей, я не пишу. Сейчас. Ладей валет. Ладей валет, по-моему, называется вот так, алжебрейку. Это из какого-то моего текста, ну, типа там просто это была бэкграундная такая статья. По-моему, алжеблейку операции называлась. Вот если я правильно понимаю. Но это книжка, ее в этот самый, в наш телеграм-канал ее запостили. Я могу ее запостить снова. Не, ну я могу ее, почему нет? Я ее, мне же не жалко. Я могу запостить снова и так, чтобы не рыться там. Слушайте, а как у вас так здорово получается вот на этой штуке записывать? Вот я что-то так, у меня всегда так коряво. У меня это, это как... Ну вот у меня, я не думаю, что у меня как-то лучше или хуже, примерно такой же. Это Apple, да, какой-то, правильно? Да, но он такой старенький. Ну, у меня чуть более новый, но неважно. Но вот как вот... Ой, пожалуйста. Можно, да, и вот у меня постоянно такое ощущение, что у меня вот эта часть руки, она вот там... Нет, тут можно записаться. А, можно? Да. А, то есть можно вообще вот так вот писать? Да, да. То есть можно как на бумажке писать? Да, но тут не получается какие-то тонкие вещи? Да, да, да. А, так? Ну, понятно. Я как-то все время пытался вот так. Нет, тут можно именно опускать. Это вот, наверное, планшеты, которые компьютеры купят, там нельзя. А, а, то есть удобно, чтобы вот был небольшой уклон, наклон, да, такой, что... Ну, это я вот так делаю. Ну, да. Ага, ага. Понятно. Круто, да. Здорово. Спасибо. 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 Какие? Ну да, западные… Вообще говоря, мне больше нравится… У меня в Вильгии… Да, две разных штуки. Бывает швейцарский вариант, у которого эти два устройства совмещены в одно. То есть у него с этой стороны вот что-то типа такой губки, а дальше у него идет эта резинка, и вот вы побоете просто вот так вот. Оно параллельно делает две работы. Вот, ну да, ну вообще мне всегда казалось, мне всегда казалось, что это штуки примерно такие же, как вот для того, чтобы вот окна, когда моют, там вот эти же вот резинки, в принципе, они, ну там есть разных размеров, но по-моему, это те же самые резинки. По крайней мере, вот когда я был в Бельгии, я пошел там в какой-то типа хозяйственный магазин, но только такой немножко продвинутый, и купил какую-то такую, какую-то классную фирму, вот эту штуку, которая предназначалась для сушки окон. Когда их моют. И прекрасно ей со своего вот этого доски в моем офисе стирал. То есть сушил ее. То есть, по-моему, на самом деле все, которые в нашем университете были, я подзываю во всех университетах там в Европе, и у нас тоже такие штуки, они изначально предназначаются для окон. Просто они есть разной жесткости. Вот нужно вот чтобы для окон, но она была такая вот, не такая вот совсем уже плавающая, а такая жесткая. Да, да, нет, я думаю, что это можно купить совершенно на каком-нибудь там, ну, я не знаю, но я думаю, что... Ну, в крайнем случае, в крайнем случае можно купить в Финляндии. Ну, я думаю, что и у нас там на всяких озонах, там Яндексу. А, кстати, хорошая идея. Надо будет вот после этой лекции там чуть-чуть покопаться на Яндекс.Маркете или еще. Потому что будет же очень здорово. Вот для такой большой аудитории нужна довольно большая. Вот такого размера примерно. Вот такая в длину. Бывают же маленькие такие для офиса, а бывают вот такие. А? Ну, вот такую примерно я. Да нет, не швабры, просто у меня, в Вильгии, просто тряпкой обычной мокрой вытирал, а потом вот этой штукой сушил. А, для сушки, да. А? Для сушки, да, а вы что думаете? Нет, а для... А, для... Да, ну нет, такие это, типа, только это швейцарский специалитет, то есть это только там есть. Это, я думаю, что Финляндии недостаточно поехать, это надо. Финляндии недостаточно. А, это было. Спасибо. 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 этим самым столбцам, потом по строкам, или наоборот. Значит, по столбцам будет, допустим, бар, а по строкам по бар. Как-то так. Но из общего соображения понятно, что если вы считаете сначала дифференциал бар, то ничего получиться не может, потому что бар ацикличен, как мы знаем. Но этот специальный процесс действительно не сходится с соображением размерности. То есть, по крайней мере, дифференциалы выше бьют в что-то, что не ноль. А так, если считать первый дифференциал ху-бар, а потом бар, то высшие дифференциалы бьют в ноль в члене Е0. И поэтому... Но меня, по крайней мере, Фегин учил таким образом, и это как-то было понятнее, чем я после этого мог считать в любой книжке, что, хотя, наверное, в книжках то же самое написано, например, в Айбеле, что там даже больше написано, там есть еще проективные какие-то критерии, не индуктивные, а проективные. Что если надо взять член Е0, грубо говоря, то есть изначальный комплекс, и просто посмотреть, как будет устроена геометрия дифференциалов D0, D1, D2, D3 в члене Е0, просто нарисовать их. И если высшие будут попадать в ноль, то значит специальная последовательность сходится. А если высшие попадают во что-то ненулевое, значит не сходятся. Ее нельзя применять для вычисления. Ну, это очень простое правило такое, которое у нас всегда работает. Ну вот, и тут мы будем... Видно будет, что на самом деле сначала нужно по бар, и там такой немножко хитренький комплекс получается, но простой, которого к гомологии надо руками посчитать. Ну, давайте вот в следующий раз, ладно? Вот, значит, что я хотел сказать про опирады. Ну, мы давали определение опирады. Вы были, да, когда были опирады, да? Вот, значит, сейчас, секундочку, секундочку. Где-то я тут себе тоже как хочу поргал. Немножко выписать. Вот, ну, значит, я просто напомню, что, значит, что такое опирады? Что у нас есть сначала симметрические последовательности. Последовательности – это, значит, такая вещь, что вот последовательность пространства... Ну, допустим, вообще, чтобы говорить об опирадах, мы должны зафиксировать какую-то желательно симметрическую все-таки для классической науки. Хотя есть какие-то работы для Брейдетт, что это тоже можно делать. Ну, в общем, в классической науке симметрическую моноидальную категорию, в которой наша симметрическая последовательность лежит. Ну, в данном случае наша категория – это векторные пространства. Да, то есть у нас, значит, есть симметрическая последовательность. Это такие, это такая... Ну, можно начинать с х0, но давайте с х1 на всей случае. х1, х2, х3 и так далее, которые принадлежат нашей вот этой категории, в данном случае верхних пространств над полем. И на этом действует вот на хn, на хn действует симметрическая группа. Симметрическая группа сигма n. Включили, да, эту штуку? А, она была? А, то есть все, что мы болтали, надо быть осторожным с тем, что говоришь на интервалы, на перерыве. Да, вот, и все. И, собственно, вот это и есть. И то же самое, как у нас, вот есть другое присоединение из алгебр. Ну, у нас есть там алгебры, векторные пространства отображаются в алгебре. Это свободная алгебра, да, от векторного пространства. И есть вот забывающий функтор из алгебр, подлежащее векторное пространство. Вот у нас будет операда, и подлежащим, это будет вот правый сопряженный, это будет левый сопряженный. Но вот подлежащая векторное, подлежащий, вот аналог подлежащего векторного пространства для операр, Там есть примерно такое же присоединение, и подлежащее аналог векторных пространств – это симметрическая последовательность. У нас будет на самом деле тоже такой джанкшен, что есть свободная операда, которая по такому будет некоторая свободная операда, и по операде мы можем забыть структуру операды, у нас останется только симметрическая последовательность. Да, только потому что мы можем рассматривать несимметрические операды, это те, в которых группы не действуют, то есть просто проследованности векторных пространств. Такое тоже бывает, но проблема в том, что ими можно очень мало чего описывать. То есть, например, уже там алгебры Ли или там коммутативные алгебры, ими нельзя описать, а ассоциативные можно. Ну, для высшекатегорных этих самых обобщений это хорошо, когда они несимметрические тоже, но это неважно сейчас. И, значит, теперь оказывается, что такое мы говорили операда. Ну, вот мы рассматривали О, это вот х наше, это симметрическая последовательность, ну, векторные пространства мы их фиксировали. И это операда, если есть такое вот хитрое отображение М, операдное, что ли, которое устроено так. О от К, тензорно на О от Л1. Ну, я бы вот здесь поставил вот так скобочки такие. На О Л2 на О ЛК. Такая вот мимая скобочка закрывается. И это отображается в О от Л1 плюс ЛК. Это, собственно, и есть наша операция, операдная. Ну, и тут, значит, есть единичное отображение из О в единицу, которое… Ну, тут есть две аксиомы единицы и аксиомы ассоциативности. Значит, аксиома единицы говорит, что если две аксиомы единицы, они, значит, что говорят? Ну, давайте, вот смотрите, вот эту вот штуку можно рисовать вот так, что у нас есть, значит, вот О от К от К, А дальше, значит, вот у нас есть О от Л1, О от Л2 и так далее. То есть у этого будет, соответственно, Л1 НОК, у этого будет там Л2 НОК. Но это так можно изображать эти операции. Ну, вот и так далее. Ну, и, собственно, две аксиомы единицы говорят, что… А, я ерунду, конечно, нарисовал, потому что вот тут эти ноги, тут К НОК, и их надо вот так нарисовать. Вот так, вот так. То есть вот они идут вот так. То есть у этого будет К НОК, и это О от К будет сидеть, а тут вот О от Л1. Ну, это просто некий графический способ. Ну, хотя, как мы сейчас увидим, не только графический способ, поэтому вообще так и есть. Вот. И, значит, две аксиомы единицы говорят следующее. Две аксиомы единицы говорят следующее. Значит, первое, что если К равно единице, вот это вот К, которое вверху стоит, К равно вот этому единице, нет, К равно единице, значит, мы рассматриваем identity в О от единицы. То есть вот мы рассматриваем вот этот вот фиксированный элемент и сажаем его сюда. Тогда, значит, у нас получается такая история, что мы сюда вот сажаем этот identity элемент, а тут у нас будут какие-то… А, да, значит, у него одна только нога, да, потому что он identity. И тут будет стоять какой-то О от Л, вот, у которого, соответственно, L-ноут. Это вот частный случай нашей оператной композиции, когда К равно единице, и мы здесь рассматриваем вот эту единицу identity. Тогда вот здесь вот мы будем иметь только одно векторное пространство – О или от единицы, да? То есть это вот такая вот картинка, и это будет то же самое, что вот О или от единицы, то есть О от Л. То есть мы можем эту единицу, значит, просто стирать. Вот, а вторая аксиома – это первая аксиома единицы, а вторая аксиома единицы, она такая, что если мы сделаем наоборот, здесь у нас будет какой угодно О от К, а вот все, вот здесь все вот эти штуки будут единицы, в О от единицы. То есть вот. Ну вот и тут, значит, у них будет по одной ноге, то это то же самое, что вот эта штука в О от К. Ну, довольно естественно, да, то есть можно это написать формально, это означает, что вот эта опиратная композиция M от единицы и от некоторого FI, где FI в О от L там равно FI, да, и можно, и второе, это первое, а второе, это означает, что M от некоторого FI, там в данном случае FI из О от К. FI, вот, а тут у нас будут дальше стоять единицы, единицы, все эти единицы, это то же самое, что FI. Вот, но есть еще одна аксиома ассоциативности, которую, в общем, довольно трудно таким образом выписать. Это, грубо говоря, означает, что если вот это у меня такая двухъярусная картинка, а если теперь у меня будет трехъярусная картинка, то есть картинка типа вот такой, значит, вот у меня будет первый ярус, где тут что-то будет стоять, тут будет второй ярус, вот, и будет еще третий, вот, то есть еще в каждом, в каждом здесь будут тоже какие-то такие дела. Ну, то я как бы, я могу по этому делу двумя способами, ну, вот тут везде что-то стоит. Допустим, вот здесь вот, вот, на нижнем этаже всего вот N ног, да, то есть NR-ная, получается, операция, тогда у меня возникает две стрелки отсюда, вот V от N, вот, то есть я могу двумя способами априори эту диаграмму свернуть, а именно какими способами? Я могу сначала применить мое M вот к этому делу, да, к этому делу, к этому делу. Ну, у меня там получатся какие-то элементы, то есть они уже будут одноярусные, а потом я могу, наоборот, вот их уже свернуть вот с этим делу, вот так вот я бы нарисовал. Ну, то есть это можно, конечно, формулами писать, но они будут громоздкие. А могу делать как бы наоборот, могу сначала это сделать вот сверху вниз, то есть это было снизу вверх, а можно сверху вниз. Сначала применить M вот к этой вот верхней части диаграммы, и потом к ним уже к каждой ноге присоединить соответствующее вот то, что стоит тут, и потом применить уже сверху вниз таким образом. И эти две операции, то есть каждая будет квадратично в M, да, я два раза применяю M, и вот один раз снизу вверх, а другой раз сверху вниз. И они должны давать одинаковый ответ. Ну, грубо говоря, вот так. Теперь вот это, в общем, все определение, а теперь я хочу немножко более категорно, может, об этом сказать, что нам будет полезно. Значит, на самом деле вот симметрические последовательности, они образуют моноидальную категорию. У них есть такой composition product так называемый. То есть если у меня есть пусть x, y симметрические последовательности, вот тогда можно определить x, circle, y, это то же симметрическая последовательность. Вот она определяется как бы в два этапа. Значит, сначала у меня определяется такое вот произведение, вот такое произведение на симметрических последовательности. Ну да, вот, значит, вот x, ну не x, y, давайте y1, y2. Вот это тоже все симметрические последовательности. От некоторого там l, вот, оно равно сумме по i плюс g равно l. Значит, тут я пишу y1 от i, y2, tensor, это уже обычный поле, ректорное пространство от g. Вот, но проблема в чем тогда заключается? Проблема в том, что здесь у меня действует симметрическая группа sigma i, а здесь действует симметрическая группа sigma g, а на этом деле должна действовать симметрическая группа, соответственно, sigma l. Поэтому я индуцирую, то есть это вот я индуцирую с представления, с прямого произведения вот тут вот sigma i на sigma g в sigma l. Но вы же знаете, что такое индуцированное представление? Это у вас было? Да? Да. Ну, можно это напомнить, это вот если у вас есть там групповая алгебра, вот если у вас есть h под группом g, и у вас… Ну да, это, кстати, тоже очень красиво на самом деле. Можно сказать, что вот тоже немножко категорно, что вот у вас тогда, значит, возникает отображение g модулей, просто забывание структуры в h модуле, да? Ну, это такое forgetful factor, да? Нет, u. То есть вы просто забываете часть структуры, и по каждому g модулю, где же эта группа, то есть представлению g вы строите представление h. Правильно? Такой есть функтор. Вот. А теперь у этого функтора есть левый сопряженный и правый сопряженный. А, так и объясняли. А, ну вот, левый сопряженный – это коиндуцирование, а правый сопряженный – коиндуцирование. Левый сопряженный всегда точен с этого самого справа, а правый сопряженный всегда точен слева. Получается, что вот этот функтор должен быть точен и справа, и слева. Ну, что, конечно, соответствует реальности, потому что этот функтор не меняет подлежащее векторное пространство, то есть он точен с обоих сторон. А коиндуцирование уже точны с одной стороны. Понятно? Вот. Ну, вот, хорошо. Значит, мы вот индуцируем, то есть берем тензорное произведение, грубо говоря, да, то есть берем групповую алгебру от g и просто над групповой алгеброй от h умножаем, вот v переводится в такую штуку на v, то есть получается, что это уже является представлением g. Это индуцирование. А коиндуцирование, оно устроено таким образом, что, каким образом, кстати, я могу сейчас это самое, это v переходит, насколько я понимаю, в некоторых пом, да, пом над k от h, да, вот должно быть так, а здесь из k от g, вот, v. Ну, и тут надо как-то использовать тот факт, что на, то есть вот если v, например, ну, тут, грубо говоря, нужно использовать левое и правое действия. Ну, то есть тут, наверное, где-то нужно минус 1 обратной степени поставить. В общем, короче говоря, если, например, v – это левый модуль, то, чтобы вот это все рассматривать как k от g модуль, мы должны действовать k от g справа. А над конечными группами, да и вообще над группами, левое и правое, они… Ну, просто если у вас есть левый модуль над групповой алгеброй, то он дает правый модуль просто тем, что вы с g действуете как g в минус 1, да. Ну, над любой-то алгеброй это не так, конечно, но над групповой алгеброй это всегда верно, поэтому разницы между левыми и правыми модулями нет. Ну вот, это получается такое вот произведение, оно на самом деле ассоциативное, и можно поэтому рассмотреть y1 умножить на y2 умножить на yn. Пожалуйста, это тоже будет симметрическая последовательность. Но это не то, что нам нужно, конечно. То, что нам нужно, это значит… А, я, конечно, вам не сказал про самую главную аксиону, про то, как это связано с действием симметрической группы. Простите меня, пожалуйста. То есть вот у вас здесь вот действует, значит, симметрическая группа L1 плюс LK, да, а здесь у вас действуют, соответственно, симметрические группы sigma L1, L1, там sigma LK действует, вот, а тут действует sigma от K. Вот, и вы, эти действия должны быть согласованы в том смысле, что вот если вы тут вот подействуете на эту группу каким-то элементом из sigma L1, на эту каким-то sigma L2, на эту sigma от L3 и так далее, вот, а потом еще вот на эту подействуете sigma K и переставите, соответственно, вот эти K элементов сообразно вот этой перестановке, то это будет то же самое, что на результат подействовать элементам отсюда, которые вот получаются из композиции вот этих элементов симметрических групп. Ну, грубо говоря, у вас есть какой-то вот эти, если у вас есть элемент здесь, элемент здесь, элемент здесь, элемент здесь, то можете взять L плюс 1 плюс LK элементов, вот там будет L1, L2, но это конечное множество, соответственно, L3 и так далее, LK. Вот, и вы можете подействовать на L1 вот первым элементом, на L2 вторым элементом, там, на LK, K, то есть это у вас вот применяются вот эти элементы, а потом вы можете еще вот этим элементом подействовать на порядок вот этих вот конечных множеств, вы их можете заменить, их порядок, да, у вас есть симметрическая группа от K элементов, вот это у вас вот эти конечные множества упорядоченные будут уже как элементы, и вы их там переставляете сообразно вот к действию sigma K, да, и утверждается, что это должно быть равно тому же самое, что если вы до действия получаете элемент здесь, и потом вот этот вот элемент применяете как бы к результату, то есть оно должно быть эквивариантно относительно действия этих симметрических групп. Такая вот тема. Ну вот, ну и сейчас я хочу это просто сказать немножко более, ну, красиво, что ли, ну, правда, где вся суть будет закодирована, как всегда. Ну вот, значит, я определил такое произведение, но нам интересно другое. Нам интересно вот такое вот произведение, вот, двух симметрических последностей, которое вот от L, оно будет равно, не, ну, вообще говоря, лучше даже пока без L написать, оно будет равно просто вот сумме по N больше либо равно единице, нуля, ну, единица в нашем случае. И тут мы напишем XN, вот, а тут напишем вот умножить, да, над симметрической группой, а тут напишем Y на Y вот с таким квадратным тензовым произведением, вот, N раз. Вот, вот это уже очень важная история, в том смысле, что здесь симметрическая группа просто переставляет вот эти вот N-факторы. Вот, теперь, значит, что это все значит? Это значит, что если, вот, заметите, что у меня тут не стоит L, то есть X, Circle, Y от какого элемента. Теперь вот я его попробую поставить. Значит, означает, что если я хочу X, Circle, Y посчитать от L, вот, то, ну, потому что у меня вот и здесь вот не стоят аргументы, да, здесь же у меня вот стояли иежи, а тут не стоят. Вот, это, значит, будет равно такому делу. Значит, сейчас я буду подглядывать, я изменяю шпаргалку, чтобы не забыть. Значит, сначала у меня будет, ну, вообще люди пишут N больше равно нулю, когда у нас, если симметрическая последовательность с нуля начинается, ну, у меня у нас единица начинается, это можно и так, и так делать. Вот, значит, единица, а теперь еще будет дополнительная сумма по K1, вот, плюс, плюс KN равняется L, вот, и тут будет, значит, стоять X от N, вот, на, соответственно, тензинное произведение над симметрической группой от N, а тут будет стоять индуцированное вот это произведение с сигма от L1 умножить на K1 умножить на сигма, сейчас, равно L, да, все правильно, да, все правильно, умножить на сигма КН, а тут будет стоять сигма от L, там, K1 плюс КН равно L, а тут будет стоять, соответственно, вот, вот, Y от K1 умножить на Y от K2 и так далее умножить Y от KN. Вот такая немножко хитрая вещь, но, в принципе, ее основная формула это вот это, вот, но надо, при этом понимать, что на самом деле вот выходящий аргумент L, он закодирован вот в Y, то есть вот в этой формуле для вот Y, да, у нас вот L получается из вот этих Y плюс G, ну, вот, и мы тут делаем то же самое, только немножко более итеративно, вот, то есть у нас их N. Еще раз? Вот здесь над сигма N, а здесь вот просто над полем. Нет, здесь просто вот над обычным нашим полем. А над сигма N вы же можете, видите, у вас тут вот, вот хороший вопрос, кстати, здорово. У вас вот тут K1 плюс KN, причем K1 и KN совершенно неупорядочены. Вы можете их там поменять. K2 плюс K1, например. Я не говорил, что K1 меньше или равно K2 меньше или равно KN. То есть у вас вот это слагаемое, оно там, вы можете как бы просто переставить вот эти сомножители, их N штук. И это должно быть, значит, вот. Но это, грубо говоря, если так вдуматься, то вот все, что вот я вот тут говорил про вот эту вот эквивалентность, оно закодировано вот в том, значит, произведении. Но самое удивительное, что эта штука является ассоциативной, как и предыдущая, впрочем. Но предыдущая – это очевидно, значит, вот эта штука есть ассоциативное умножение, ассоциативное моноидальное произведение, то есть есть, ну да, ассоциативное моноидальное произведение на категории симметрических последовательствах. На категории симметрических последовательствах. Значит, кто является его единицей? Его единицей в этой моноидальной категории является такая последовательность, в которой первая компонент – это просто поле, а все остальные равны нулю. То есть первая компонент – это единица нашей большой моноидальной категории, в которой симметрическая последовательность принимает значение. Ну и можно, на самом деле, посчитать, проверить, что это двухсторонняя единица. Ну, можно правда проверить. Вот, например, предположим, x равно вот этому вот, вот этой identity. Тогда нужно показать, что x умножить на y будет равно y. Ну что, есть желающие? Нет, это должно быть просто. Ну вот смотрите, значит, вот тут сумма по n равно единице, а у нас при n не равно единице, в нашем x они равны нулю. То есть нам остается только в случае, когда n равно единице, да, то есть identity, значит, на y – это равно… Первая сумма – это просто ее нету. У нас n равно единице, железно, да? – Еще раз. – Нет, но если у вас в нулевой степени x0, если оно равно нулю, то вы всегда можете его игнорировать, как мне кажется, нет? Ну, учитывая особенно, что симметрия… Нет, нет, совершенно не одно и то же. А, я понял вопрос. Если бы вы начинали с нуля, то у вас бы тут ноль стоял. Да, нет, только вот в размерности 1 равно единице, да. Я просто не сразу понял. Для любой, большой, да, для топологических пространств, для множеств. Ну, только нужно вот понимать, что здесь нужно поставить по произведению, то есть категорную прямую сумму, а здесь надо поставить моноидальное произведение, соответственно. А? А? А, вот это, кстати, хороший вопрос. Вот это хороший вопрос. Это некоторая такая, типа как Day Convolution. Ну, грубо говоря, вы его… Ну, да. А? А? Я… Вот можно я сейчас опущу? Просто мне… Я просто вот буквально сейчас, может быть, не скажу, но я напишу что-нибудь, могу в общем чате написать, если кому-то еще интересно. Да, да, вот это хороший вопрос, да. Ладно, давайте посчитаем identity умножить на y. Значит, у нас получится, что тут n равно единице, во-первых, и потом у нас, значит, вот k1 равно l. Вот. И тут у нас получится x от единицы, которое у нас равно единице, да, то есть x от единицы, которое равно k. Вот. И тут у нас получится тензорный умножитель над этим полем. А тут всего лишь один со множитель. То есть, значит, мы должны… А, нет. Тут мы должны тензорный умножить на сигма от единицы, которая есть просто тоже… Ну, ее групповая алгебра тоже k, да. Вот. И все. И тут у нас будет вот этот вот y от l. Вот. Вот. Если мы этой штукой интересуемся от l. То есть, это, грубо говоря, получается просто равно y. Вот. А также это будет единицей в другую сторону. То есть, если x… Если… Да, в этом закодированы на самом деле вот эти вот наши аксиомы две единицы, но это все автоматически как бы получается… Да. Над групповой алгеброй. Ну, да. Ну, да. Так просто сокращают, но имеют в виду всегда над групповой алгеброй. Да. Да. Вот. И, значит, теперь у нас, значит, будет x на единицу. Вот. Когда в обратную сторону. Вот. Причем, да. То есть, видно, что вот эти аксиомы единицы, они просто закодированы на самом деле не в самом m, то есть, не в структуре операды, а в, собственно, просто в самой вот этой моноидальной категории, да, симметрических последований. Вот. Что вот это такое? Значит, давайте посчитаем. Вот там x на единицу, да. Как у нас это будет выглядеть? Не, ну я же простые вещи считаю. Я же не буду вам проверять, что оно ассоциативно, да. Но оно ассоциативно на самом деле. То есть, оно посложнее проверить. Ну, тоже может. Вот. Хотя вот не всегда ассоциативно. Вот у меня тут эксперты учили, что для n-операт там для каких-то в каких-то случаях ассоциативно. Вот это произведение в каких-то нет. Но это я не понимаю на самом деле хорошо или вообще никак. Вот. Значит, x на единицу. Это что у нас будет? Это, значит, будет сумма, да, вот это сумма по, вот отель. Вот. Это будет сумма по n больше либо равно единице. Вот. А тут у нас k1, каждая k1, kn, оно должно быть, то есть у нас k1 должно быть равно единице, да, k2 должно быть равно единице, и kn должно быть равно единице, а отсыл следует, что их всего l. То есть, их всего l, потому что они все равны единице. То есть, n равно l. А потому что сюда мы должны как раз нашу единицу подставлять, а единица, она не равна нулю только вот для варности 1. Понятно, да? Не, ну, у нас же в общем случае тут что стоит? У от k1, у от k2, у от kn. А эти у, они только у от единицы не равно нулю. Вот, да. Вот. То есть, это значит, у нас n больше либо равно единице, то есть, по сути, n равно единице. Да. Нет, n больше либо равно единице. Сейчас, что я говорю вообще. n, n больше либо равно, n, n больше либо равно единице. То есть, получается, что n равно l. То есть, у нас n, сумма только по n равно l. То есть, не сумма, а единственный элемент. И вот тут мы пишем, значит, x от l. Вот. А тут мы пишем вот для этих всех элементов индуцирование на sigma от l. Вот. А тут, значит, будет индуцировано с sigma от единицы на sigma на единицу. А тут будет sigma на от l. И тут от l. Ну и тут будет, соответственно, вот одномерное такое вот представление k для каждого из этих. k в тензной степени n, да. Для каждого из этих sigma от единицы. То есть, нам надо вот такое посчитать. Но, как мы понимаем, вот из нашего, из определения того, что такое индуцирование, что в этом случае мы получим свободный sigma-l модуль. Потому что мы индуцируем как бы с тождественной группы. Вот это вот sigma-1 на sigma-1 на sigma-1. Это просто тождественная группа. Она содержит только единичный элемент. То есть, по сути, мы индуцируем с векторного пространства. Да? И мы индуцируем на некую группу. То, что мы получим в таком определении, будет групповая алгебра этой группы. Ну, смотрите, вот частный случай индуцирования. Вот h, если h равно просто единице, то что такое вот индуцирование с h по g, значит, от некоторого v? Ну, вот можно написать, что это просто групповая алгебра от g тензорно умножить на v. Правильно? Ну, в нашем случае это именно тот случай. Потому что у нас вот эта группа состоит из прямого произведения групп с единственным единичным элементом. То есть, единичных групп. То есть, это единичная группа. И мы индуцируем на sigma-l. То есть, это вот такой случай. И в ответе мы получаем вот kg, только v у нас равно вот k в степени там n. k просто, да, просто k. Ну вот, то есть, у нас получается sigma-l здесь, ну, групповая алгебра от sigma-l здесь, и групповая алгебра sigma-l здесь. То есть, мы на самом деле получаем, вот можно тут написать, что это равняется x от l, тензорное произведение над групповой алгеброй от sigma-l на групповую алгебру от sigma-l, вот, что равняется x от l. Ях, доказали. То есть, это получается, что это равно x, эта штука отель равняется x отель, да? Ну и на самом деле, оно еще ассоциативно к тому же, это произведение. Да, понятно? Есть вопросы какие-то? Ну, скажите, ничего страшного. Да, 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 то есть, оказывается, вот этот случай. Вот, и теперь, значит, определение такое, более научное, заключается в том, что операда, то есть, операда это, то есть, более научное определение того, что такое операда, операда, это моноид с единицей, ну, моноид унитальный. В Москве, я не знаю, у вас тоже так говорят, в Москве, в Секловке, они говорят унитальный. Я никогда не знал, как по-русски говорить юнитал. Ну, да, но бывает иногда, что что-то с единицей, что-то нет, и тогда они там говорят унитальный. Не унитарный, потому что унитарный имеет другой математический контекст. Унитальный тоже, да, значит, это такое. Просто, просто в мои старые годы, когда я там учился, такого слова не было. Унитальный, в Москве. Ну, в общем, операда, значит, унитальный в скобочках. Потому что любой моноид унитальный, как учат, значит, моноид в категории симметрических последований. Вот, ну, и, соответственно, значит, это все прекрасно. И, ну, и теперь у нас, значит, возникает, поэтому, такая, ну, присоединение такое, что если у нас есть моноид... Ну, то есть, да, вот как мы можем посмотреть на наш забывающий функтор из операд в симметрические последовательности? Операд в симметрические симпсек, давайте назовем. Вот, как мы можем на это все смотреть? Ну, и на присоединенный функтор. Ну, мы операди ставим подлежащую симметрическую последовательность, понятно, как. А тут мы, то есть, моноиду ставим в соответствие, как бы, его подлежащую симметрическую последовательность. А тут в симметрической последовательности мы ставим в соответствие свободный моноид. Свободный моноид, порожденный этой симметрической последовательностью. Порожденный этой симметрической последовательностью. Я даже не знаю. По-моему, она называется «Circle Product» или «Composition Product». Я могу тоже закинуть статью, я ее еще ни разу не закидывал, у некоторого румынского человека, но он там написал про все вот эти произведения на симметрических последностях. И на самом деле, что замечательно, что вот у этого моноидального произведения есть правый сопряженный внутренний хом. То есть для двух симметрических последностей можно написать внутренний хом, который снова симметрическая последность. И там человек об этом во всем написал очень красиво. Там была статья Капранов-Манин. Вообще, наверное, сначала была статья Чарльза Рецка, потом, где он там начал об этом так научно писать, потом была его диссертация вообще. Потом была, ну, Чарльз Рецкий, великий человек, как вот люди, изучающие гомотопическую науку, знают, наверное. Вот. У него первая статья была про операды, диссертация. Вот. Потом, значит, была статья Капранова-Манина. И вот этот вот румынский человек, он, ну, румынский человек, как там он, судя по тому, что он пишет о благодарностях, он там очень тесно с Джоялом общался. Так что, в общем, как будто это вот Джоялы считаете про операды. Так что это имеет большой смысл. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я могу скинуть эту статью. Там, как бы, написано вот очень так концептуально, как эти все произведения возникают. Название, наверное, тоже скину в общий чат. Но ее читать не обязательно. Это просто так. Потому что там может быть сложно немножко категорично. То есть наша задача, на самом деле, такова, что у нас как бы вот по... У нас возникает своего рода монада, да. И вот мы можем, значит, вот по симметрической последовательности построить свободный моноид. Это вот операда. Мы уже знаем, что это моноид. Мы хотим построить свободный моноид, ею порожденный. Ну, значит, понятно, как это нужно делать. Свободный моноид, ну, это вот у нас, значит, если есть симметрическая последовательность, то вот этот вот свободный моноид должен, ну, в принципе, он должен быть равен единице, там, плюс икс, плюс икс умножить на икс, да, вот в этом смысле, плюс икс умножить на икс, умножить на икс, плюс так далее. Но проблема тут заключается в том, что у нас в этом самом иксе нету единицы, а в операде должна быть единица. То есть в том смысле, что, ну, да, то есть вот если мы так вот напишем, то вот на самом деле будет неверно, что вот эта штука, она будет равна, будет единица в нашей операде. То есть тут на самом деле это было бы все прекрасно, но тут некоторое отягощение всего этого дела заключается в том, чтобы правильно вести единицу, чтобы она была вот единицей в операдном смысле. Вообще, на самом деле, интересный вопрос, потому что он же абсолютно общий, абсолютно категорный, да, но есть некая частная конструкция, вот, как это сделать, которая изложена, например, в Ладе и Валете, но, в принципе, вот нужно мне к следующему разу попробовать рассказать, какой общий контекст этой конструкции, ну, для любой такой вот моноидальной категории и забывающего фунтура. Ну, в общем, в принципе, понятно, что даже вот это, оно в каком-то смысле соответствует деревьям, да, потому что, ну, что это значит, что вы как бы формально, чисто формально, тут у вас нет никакого произведения операдного, вы чисто формально берете, значит, вот сначала вот такую вещь, единицу, потом, значит, вот одинарные такие вот, и тут ставите, если у вас есть граф какой-то арности, там, 3, например, то вы ставите сюда х от 3, да, ну, и так далее. А тут вы ставите, соответственно, вот у вас есть, допустим, тут стоит там х от 3, от 3, а тут еще, значит, какие-то там 5, х там от 5 и так далее. То есть, получается, такие вот уже вот те картинки, которые я рисовал, это на самом деле нечто большее, чем картинки, это вот такие вот как бы элементы свободного, свободной операды, порожденной вот этим хом, да. Вот, ну, и, ну, да, понятно, а дальше вот у вас будет 3 этажа, 4 этажа и так далее. Ну, в общем, это почти правда, а правда заключается в том, что на этом надо еще ввести как бы правильным образом единицу, и это мы сделаем в следующий раз. Окей? Ладно, все тогда на сегодня, я и так уже переговорю. Спасибо большое. Так, значит, нужно... Спасибо. 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 Спасибо.